Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Вчера мне остро захотелось мяса на углях. В магазине было тащиться лень, а в холодильнике лежала только полузабытая куриная грудка. И мне вдруг вспомнилось, как когда-то давно, настолько давно, что уже и неправда, я в Греции на Итаке пробовал замечательнейшие шашлыки греческие, сулваки. Кстати, именно про это место я и рассказывал в ролике кекс-куманского хлефата. Так вот, сулваки были из свинины и из курятины. Мы там ходили на яхте между островами, яхта Бениту-50. Из самых разных вариантов этих шашлычков я там наелся, пожалуй, на всю свою оставшуюся жизнь. Особенно интересно было то, что на каждом острове хозяин каждой честерии, так в грецесторанчике с грилем называются, утверждал, что вот именно у него самые аутентичные, самые греческие из греческих рецептов. Причем единственное, что объединял все эти рецепты, было, пожалуй, то, что кусочки мяса на всех этих деревянных шпажках были маленькие. И мне это особенно нравилось, потому что из-за своего маленького размера они готовились очень быстро. Снаружи были такие подрумянинные, а внутри оставались очень сочными. Так вот, вчера, насладившись этими шашлычками, я подумал, а чего бы ролик на эту тему не снять? И уже вечером метнулся в магазин, накупил всякого разного мяса. И вот сегодня буду им съедаться. Тут у меня баранина, свиная шейка, куриная грудка, филе индейки. Привет! Меня зовут Слава, и я работаю поваром в лучших ресторанах. На моем канале собран опыт, что я скопил за 11 лет работы. Множество необычных декоров, интересных техник, классических соусов и трендовых в кулинарии фишек. Новейшие технологии приготовления и старинные классические рецепты. Все это и многое другое на канале Слава Кук. Присоединяйся! Хозяева в сестерии так и не выработали общего мнения, стоит мясо мариновать перед зажариванием или нет. Нарежу мясо кубиками со стороной 2-2,5 сантиметра. Так вот, что я хочу сказать по поводу маринования. Существует совершенно безграмотное мнение по поводу того, что уксус нужен только для того, чтобы отбить запах тухлятины и размягчить жесткое мясо. Сторонников такого мнения, признаться, искренне жаль. Это значит, что они видели и даже ели, наверное, такой вот шашлык из тухлого мяса. Ну, то есть посещали места, где готовят тухлятину. Ну, и еще жаль таких людей, потому что у них серьезные проблемы с логикой. Поясню. То, что уксусом или другой кислотой, там, лимоном, вином, не суть важно, можно попытаться замаскировать запах испорченного продукта. Вовсе не означает, что больше ничего этими добавками добиться нельзя. Ну, так же, например, одеколоном. Можно попытаться скрыть запах немытого гражданина одеколоном. Можно. А чистому чего? Нельзя человеку пользоваться одеколоном, что ли? Так вот, разные компоненты маринада создают разные вкусовые сочетания. Тут обязательно возникнут фопли. Хорошему мясу ничего не надо. Согласен. Если вы едите шашлыки там 4, ну, максимум 6 раз в год, то вам действительно, кроме хорошего мяса, на углях больше ничего и не надо. Ну, вот стоит вам попытаться присесть на мясную диету хотя бы на месяц, так, чтобы питаться шашлыками один, ну, два раза в неделю, тут очень быстро выяснится, что мясо-то, оказывается, очень быстро приедается. И вам захочется что-нибудь более интересного с ним сотворить. И вот тут на помощь приходят разные маринады. Главное, в крайности не ударяться. Ингредиенты должны дополнять вкусовую гамму, а не убивать ее напрочь. Ну, и эти ингредиенты должны быть ароматными. То есть, если вы используете в маринаде уксус, то выбирайте ароматный, вкусный. Ну, яблочный, например, хороший, или винный, или виноградный. И не плюхайте его сразу много. То есть, он должен добавить вкуса, а не убить там все напрочь. Короче, во всем нужен здравый смысл и отсутствие фанатизма. Так, мясо нарезал. Во-первых, надо все посолить. Во-вторых, добавить оливкового масла Extra Virgin, потому что подавляющее большинство пряностей, ну, вы знаете, жир растворимый. А значит, для лучшего распределения вкусов и ароматов без него не обойтись. А теперь пряности. Для разного мяса разный набор. Для куриной грудки кориандр, озера и зеленый перец горошек. И растереть ступки. Для индейки другой набор. Орегано. Сухой чеснок. Может было бы и свежего нарубить, но его потом счищать с кусочков, чтобы не горел. И цедра лимона. Баранина. Конечно же, зира. И красный острый перец. Вот этот малыш очень острый. В наших краях продается под номинованием Каенский. Все сюда. И розмарин. Баранина без розмарина, это нонсенс. Отлично. И свинина. Ей понадобится чурный перец. Чеснок. Опять же, сухой. И лимонный сок. Вообще говоря, лимонный сок на Идаке шел во все виды мяса. Там повар прямо стоял над углями. И мясо вот так вот лимонами заливал постоянно. Но свинина – это жирное мясо. И для жирного мяса, чтобы немножко нивелировать его жирность, я хочу добавить лимонный сок непосредственно в малина. И все перемешать. Малиноваться будет минут 20. Кольше ему и не надо. То есть, ровно столько, сколько понадобится на разжигание углей. Все-таки мой стартер для розжига от Вебера потерял товарный вид. Я, правда, его круглый год под скрытым небом держу. А этот у меня уже 5 лет без одного месяца так хранится. Все. Через 15 минут угли будут готовы. А я пока займусь овощами и соусом. Перец надо нарезать квадратиками. Одну половину красной луковицы осьмушками. Вторую мелким кубиком. Чеснок. Мяту помельче. Орегано. Шалфей. Оливковое масло экстра-юрджин. Лимонный сок. И перемешать как следует. Добавить немного соли. И опять перемешать. С соусом разобрался. С овощами тоже. Угли. Угли уже почти готовы. Надо насаживать шашлык на шпажки. Сначала баранина. Она хороша сама по себе. Но немного перца ей все же не помешает. Отлично. А к свинине надо присылкубить лук. Она жирная. Значит, лук будет в тему. Теперь куриная грудка. Мясо это на вкус очень нейтральное. Значит, надо расцветить его томатами. И индейка. Индейка более яркое мясо, чем курятина. В ней еще и лимонная цедра. Поэтому она обойдется без всяких добавок. И можно перебираться к грилю. Тут уже все полыхает. Можно приступать. Чтобы продукты к решетке не прилипали, она должна быть чистой и раскаленной. Для чистоты дыраю горячую решетку щеткой. И протираю бумажным полотенцем. Смотрите, какой ужас. В Греции на каждом углу подавали кукурузу, запеченную на углях. Очень вкусная. Так что я тоже такую хочу приготовить. Это вот предварительно отваренное продается. Только разогреть. Ну, я ее сливочным маслом сначала. Отлично. А я чистую решетку надо смазать растительным маслом. И можно приступать к обжарке. Мясо нарезано мелко, угли очень близко, в 12-15 сантиметрах. Поэтому все приготовится очень быстро. Только успевай переворачивать. Правда, у такой нарезки есть и минус. Такие маленькие кусочки очень быстро остывают. А холодный шашлык надо отдавать собакам. Поэтому есть надо очень быстро. Нечего животных баловать. Ну и, пожалуй, хватит уже. Пора пробовать. Ну, и попробуйте сказать, что это не чудо. Отлично. Теперь соус сюда еще. Так, курочка. Да, это курочка у нас. С соусом. Песня. Просто песня. Так, индейка. Индейка. Очень легкий аромат лимонной цедры. Чудовищная сочность. Так, баранина. Я должен утащить баранины. Обязательно. О, какая-то феерия. И свинина, испорченная лимонным соком. Ой, такой тонкий запах лимона. Просто какая-то фантастика. Ой, чудо. И сочком. Это чудо. Просто чудо. Ну и, естественно, кукуруза. Ой, сладкая. Даже пахнет сладостью, пропитанным дымком. И на вкус она такая же сладкая. Нет. Все это надо доедать за кадром. Лепешка, которая пропиталась и мясными соками. Готовьте, вам это понравится. Ну, на этом подвольте закончить. Отдельная, огромная благодарность Самуре. Самура Кэджу. Аус 8. Сталь Аус 8. Твердость. 58 по рокулу. Это очень много. Ручная заточка каждого клинка. Самура 8 тонн этой стали ежемесячно закупает. Представляете, объем производства. Заходите обновить свой ножевой парк. Помните, по правокоду фреско вас ждут очень приятные скидки. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok